Автомобиль для дежурного по городу предоставлен автошколой Автореал. Качественное обучение вождению независимо от вашего возраста и опыта. За 9 лет работы автошкола Автореал выпустила более 20 тысяч курсантов. А в 2016 очередной раз стала лауреатом конкурса «Лучшие автошколы России». Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Осетрова. Вообще-то на Мотовилихинский пруд мы приехали для того, чтобы рассказать вам о том, что на воде уже появился первый тоненький лед. И теперь утки не только по воде плавают, но и по льду ходят. Но больше удивило нас другое. Как только пернатые видят, что подъезжает машина или же приближаются люди, они тут же выходят на берег их встречать. И чаще всего ожидания уток оправдываются. Ведь горожане каждый день приходят на Мотовилихинский пруд, чтобы их покормить. Больше месяца назад во дворе 46-го дома по улице Макаренко коммунальщики выкопали траншею, дабы отремонтировать трубы. И ремонт действительно начался, но как-то неожиданно закончился. Уже далеко не первый день местные жители не наблюдают здесь ни рабочих, ни какой-либо техники. А ведь объект находится прямо посреди детской площадки. При этом ни ограждения толком не установлены, ни предупредительные знаки. Через некоторое время после выхода нашего сюжета на объекте не только ограждения установили, но и рабочие появились. У которых теперь есть все шансы, чтобы закончить ремонт до того, как траншею завалят снегом. Ну а местные жители каждый день повторяют одно и то же. Лишь бы они больше не исчезли. Лишь бы не исчезли. Никак пермики в этом году не хотят закрывать грибной сезон. Даже сейчас, когда в лесу появился первый снег, они умудряются находить под ним грибы. Подтверждение тому эти опята на фото Михаила Пермякова. Совершенно позитивный кадр дня прислала нам Екатерина Косачева. Хоть кто-то улыбается, написала она. Точнее, что-то. Ведь на ее фотографии улыбается куча песка. Ну вот и все на сегодня. Нам остается лишь напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Группа дежурной по городу ВКонтакте также в вашем полном распоряжении. Мы же на этом прощаемся. Хорошего вам настроения, независимо от капризов погоды. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин